Виктор Якунов из своей однокомнатной квартиры съехал еще перед Новым годом. Говорит, ради безопасности своей семьи решил снимать квартиру, в которой живет и сегодня. Вернуться в собственную квартиру не может до сих пор. Накануне в ней установили металлические подпорки, которые сейчас занимают всю жилую площадь. Городские власти обещали, что эти подпорки будут временными и уберут их сразу после замены аварийных плит кровли. Время идет, а ситуация никак не меняется. Сказали, в начале июля начну. Но какие-то там документы еще не готовы. Звонили позавчера. Сказали, через месяц начну. Обещают только, а ничего не делается. Снимаем квартиру однокомнатную, так же. 30 тысяч платим в месяц. Такие конструкции установили и в трех соседних квартирах. Им была присвоена пятая степень аварийности. Все хозяева снимают жилье. Остальные жители 80-ти квартирного дома также озадачили поисками временного жилья. Прошло два месяца, а к замене плит кровли так и не приступили. Пошло, я все-таки чувствую деньги на потопление, а к нам сказали только в июле. Мы приостановились, живем только потому, что есть свет и вода. И надеемся, что в течение лета хотя бы сделают. Так думаем. Хотя, кто знает, может быть осенью будет. Городские власти признают, начать замену аварийных плит пока не могут. Проектно-сметная документация на дом еще не разработана. Вот только кто занимается ее разработкой, непонятно. В УЖКХ ссылаются на отдел строительства, там же на УЖКХ. Внести ясность по этому вопросу обещали лишь на следующем аппаратном совещании, которое состоится во вторник. Пока же никакой конкретной информации о сроках замены аварийной кровли на новую никто не дает. Анна Калинина, Дмитрий Поленов. Новости Тимиртау.